Друзья, добрый день! Меня зовут Ковалевская Настя, я преподаватель Международной Школы Искусств Арт Меттиер. Этот вебинар организован совместно со Sketch Markers Club. Тема нашего сегодняшнего урока это «Весна поет». Мы будем сегодня рисовать яркую птичку, сидящую на не менее прекрасной яркой веточке. Материалы, которые сегодня мы будем использовать, нам предоставили наши друзья Sketch Markers Club. Также я хочу вам напомнить, что на прошлом мастер-классе мы рисовали великолепный яркий бутон пиона. Так что если вы рисовали вместе с нами, не забудьте выложить ваши работы по тегам ArtMetier, Sketch Markers и Sketch Markers Club. Давайте приступать. Референс, которого я рисую, у нас довольно большой. Там присутствует и довольно такая большая красивая ветка с яркими розовыми цветами и непосредственно сама птица. Но я хочу сегодня зарисовать самого нашего главного героя, эту птичку, и только наметить, даже возможно без заливки, самую веточку. То есть, чтобы показать, что она у нас на чем-то сидит. Итак, для начала мы должны определиться с расположением нашей птицы в композиции нашего листа. Поэтому я для себя буду намечать сначала пропорции птицы. Не хочу ее делать слишком большой, чтобы ей визуально не было тесно в формате листа. И важно сделать ее не слишком маленькой. Пока что рисуем без каких-либо уточнений, там прорисовок крылышек, клювика и так далее. То есть, просто такой вот грубой формы, чтобы только определиться с расположением всех предметов в среде нашего формата. Так, здесь у нас идет шикарная ветвь. Я обязательно хочу, чтобы она у меня выходила из одной стороны листа, идет к птице и постепенно уходит сюда вниз. Одну веточку мы дорисуем, не доходя до края, а вторую веточку мы уведем тоже за край листа. Такое продолжение истории не закончено. После того, как мы уже примерно понимаем расположение птичек, веточки, всех составляющих нашего рисунка, можем переходить к уточнению. Естественно, начинаем с птицы. Я буду рисовать более контрастные, насыщенные линии, несмотря на то, что у меня средней жесткости карандашик. Вы рисуете линии не так жестко, не так жирно, просто, чтобы потом можно было их стереть и не было грязи на рисунке. Также рисовать желательно карандашиком тоже либо HB, либо B. Слишком жесткие карандаши я не рекомендую использовать, по причине того, что они могут поцарапать вашу бумагу. Лучше уж тогда дать предпочтение карандашам более мягким. Итак, прорисовываем клювик. Я обожаю тему птиц, и особенно сейчас, такое весеннее настроение, очень хочется его приманить. И вот, мне кажется, тема птиц это самое, что ни на есть подходящее на данный момент. Наша птица находится еще и в ракурсе, поэтому не запутайтесь с ее формой. Здесь у меня торчит крылышко. Так, одна лобка и вторая лобка. Сегодня я покажу способ, при котором можно рисовать такие, казалось быть, довольно текстурные вещи, как оперение в данном случае у птицы, с помощью маркера, при этом не прибегая к маркерам с наконечником-кисточкой. Да, они у нас получатся такие, не очень живописные, скорее более графичные, но при этом свои текстуры они не потеряют. Так, птицу я более-менее нарисовала. Единственное, я хочу поправить ей глаз. Мне получилось с таким томным взглядом, где надо чуть-чуть его сделать повеселее. Всегда большое значение отдаю глазам, особенно если это животное, не говоря про людей. Потому что от взгляда и от того, как вы прорисуете сам глазик, зависит практически все ощущение вашей композиции, вашей иллюстрации в целом. Вот можно себе обозначить блик на зрачке и сам зрачок. Просто обозначить, чтобы не запутаться при прорисовке. Так, также важно не запутаться, где у нее заканчивается брюшко, начинается крылышко. Что-то она чуть-чуть у нас толстая получилась, но сейчас я ее быстренько подхудил. После зимы, понятно, чуть-чуть поднабрала бывает. Этот дефект сейчас быстренько устраним. У нее идет вторую. У нее идет, получается, вот здесь форма грудки, которую птичек всегда выпирает. Потом у нее идет уже вот сам животик, и туда идет дело к хвосту. Поэтому вот эту часть, нам вот этот объем нужно будет выделить. Потом у нас пойдет тень. И уже здесь у нее начинается ножка. Я ножку чуть-чуть задрала вниз. То есть, когда мы прорисовываем все, идя от общего к частному, не начиная сразу с каких-то мелких деталей, то практически на любом этапе я могу подправить. То есть, мои ошибки, они более очевидны. В начальном этапе, чем бы я сейчас начала сразу же, там, с клюва, глаза, а потом бы тело у меня в итоге все раздулось, и пропорции поехали. Вот веточку я даже не буду прорисовывать сейчас карандашом. У меня есть направление. Мне этого, в принципе, достаточно. Цветы я тоже не буду прорисовывать. Так, разве что себе общий объем намечу, чтобы не запутаться. И уже все остальное буду прорисовывать линером. Вот. Ну, конечно же, можете все более подробно прорисовать карандашом. Я ни в коем случае не настаиваю. Просто я знаю, что я смогу это все обрисовать линером сразу же, что мне особо не требуется дополнительная прорисовка в карандаше. Можно даже здесь выяснить некую логику, что по форме сами цветы и лепесточки, они практически одинаковые. То есть нам даже здесь особо не нужно заморачиваться с формой лепестков. Просто рисуем общую вот такую вот форму лепестка. Так, и хвостик еще у птички. Вот, что мы самое главное забыли. Здесь вот у нее не очень удачно, в частности для нашего рисунка, торчит крыло. Вот такие детали, если где-то они чуть-чуть выпирают, их нужно либо убирать, либо удлинять. Потому что когда идет совсем небольшой стык, глаз для глаза это выглядит немножко неестественно и нервирующе. Поэтому я в данном случае предпочту пренебречь этой деталью и уберу ее из рисунка. Вот вы можете наоборот ей сделать очень такие широкие красивые крылья. Я бы наоборот ей эту крылышку бы увеличила. И все, опять мои талии сейчас прорисуем, чтобы она прям устроенная-устроенная будет. Ну, я думаю, все. Можем переходить уже к отрисовке линером. Вот, важная деталь. Когда мы рисуем какие-то вещи, например, это перение или меха, или еще какие-то детали, которые имеют такую волокнистую структуру, здесь нужно очень аккуратно работать с линером. То есть, например, в данном случае с птицей, у нее перышки на голове очень приглажены. Поэтому здесь мы ведем ровную линию. Но как только я буду переходить к линии, где у нее будет чуть-чуть там перышки торчать, то есть уже такая пушистость появится, линию нужно прерывать и переходить в прорисовку контура штрихами. Я сейчас покажу, как мы это будем делать. Итак, начинаем мы с верхней линии головы и вводим сюда вниз. И начинаем переходить вот в такие мелкие штрихи. Надеюсь, это видно. Я сейчас здесь контур под отру специального карандаша, чтобы эта линия была более явно видна. Вот у нее опять начинаем линию с грудки, где у нее видно этот контур. И переходим в такие вот штрихи. Тем самым, вводя линию из более гладкой, вот уже в такой текстуристый контур. То есть мы даем понять, что у нее здесь уже явно не гладко, у нее здесь торчат перышки, и она уже не такая приглаженная, как, например, на макушке. Вот. Крылышко мы обрисовываем в ловной линии, потому что там все перышки приглажены. Далее переходим к клюлу. У нее очень такой мусистый. В принципе, птиц не очень сложно рисовать. Если понять, как рисовать перья таким графичным материалом и как рисовать клюв. Почему именно клюв? Потому что он довольно сложный по прорисовке объема. У него несколько плоскостей, он еще из кругленой формы. И иногда начинающим рисовальщикам очень сложно разобраться во всей этой форме. Вот так как у меня внутри вот по этой вот выделенной части, которую я обрисовала карандашом, идет довольно темный оттенок, то я сразу же себе линером обозначу этот контур, чтобы при дальнейшей заливке я могла, не боясь, это место обходить. Вот. И тоже. То есть контур я здесь не веду, а веду такие штрихи. Единственное, важно вести направление вот этих штрихов, мазков, можно как угодно называть, по форме. То есть можно заметить, да, у нее здесь голова в повернутом состоянии, поэтому мазки я вела вот именно по направлению ее головы. Теперь обведем глазик. Я обведу только зрачок и блик на зрачке. Сразу же забегая наперед, скажу, что не нужно переживать и бояться закрасить блик, так как у нас для выделения таких деталей есть белая ручка, которая нас всегда спасет. Поэтому я просто для себя обозначила этот блик, чтобы вообще помнить, что он там у нас есть. А там вдруг он на меня закрасится или там маркеры потекут, я за это совершенно не переживаю, потому что в случае чего я смогу это дело подправить. Теперь ножки ей точно так же прорисовываем и начинаем рисовать форму лапок. у птиц иногда не самые выразительные лапы, поэтому я форму обозначаю только едва-едва. Стараюсь не особо не увлекаться, не прорисовывать. Общее вот такое вот направление, чтобы создавалось ощущение, что она у меня действительно сидит на ветке, а не парит на дне или там зависло в воздухе. Я просто прорисовываю только направление. За эту веточку она вот ухватилась, поэтому мы уводим, здесь прорисую сразу ветку, чтобы можно было показать. Вот так как она схватилась за эту ветку, мы уводим контур вот туда вовнутрь. Там вот плохо видно на картинке, потому что она еще у нее за листвой, но цепляется за ветку она вот именно таким образом. Чуть-чуть обступать, случилось у меня. И переходим уже к отрисовке самой ветки. Вот я буду вести контур сразу же без карандаша, потому что он в принципе не очень-то и сложный. Теперь здесь я хочу вот эту вот прекрасную композицию из листвой цветочков показать. На мой взгляд она заслуживает внимания в нашем рисунке. Спасибо. 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 Так, теперь рисуем листики. Они настолько похожи по форме, что здесь очень будет сложно не запутаться, где у нас листва зеленые, где у нас листва от цветочков. Так, вот здесь покажем еще одну ниточку. Вот тоже, когда сложно прорисовать вот это место, где идет прикрепление цветочка к ветке, начинайте с самого бутона. То есть начинаем всегда с той детали, которую проще всего разобрать по форме. Мне, например, сейчас проще разобраться сначала с самим цветком, потому что я вижу, как он там идет по форме. У него один лепесток, вот у него второй лепесток пошел. У нас еще загибается. А теперь уже можно прорисовать и вот это место соединения к ветке. То есть уже не так сложно, потому что мы видим раз границу, два границы. Естественно, нам этот промежуток становится прорисовать гораздо проще. И уложу ветку уже, игнорируя последующие там бутоны, которые на ней есть. Так, давайте еще один листик добавим. Хочется все-таки это сделать все побышнее, чтобы все у нас дышало. Так, и пошла вторая ветка. Здесь тоже одну вот эту деталь я добавлю, заодно чуть-чуть прикрою, как бы перекрою внимание с нашей вот этой вот не самой красивой лапки у птички на цветок. Ну, дальше вот эту веточку вниз я прорисовывать не буду. То есть я прорисую только одну ветку. Здесь мы тоже сделаем, да, бутон. И вторая ветка, которая у нас идет в другой крае листа. По сути, сейчас мы с вами рисуем такую полноценную иллюстрацию. У нас уже есть не только одна какая-то деталь, у нас уже тут целый сюжет. И мы стараемся все детали между собой согласовать и удачно расположить в формате. Так, и еще один лепесток, и вот один лепесток мы еще вот отсюда специально вытащим. Так, и здесь еще маленький. Теперь вводим нашу веточку вниз. По сути, у нас здесь даже больше работа получается не столько с птицей, сколько с ветками. Ну, так как это неотъемлемая деталь нашей композиции, надо с этим очень хорошо поработать. Некоторые цветы я смотрю, но не стараюсь прям перерисовать все с детальной точностью. Потому что если я сейчас начну все это прорабатывать так, как это есть на картинке, мы тут провозимся, конечно, несколько часов, то и часа 4 или 5. Вот так как мы таким количеством времени не располагаем, нужно чуть-чуть проявлять фантазию и стараться максимально упростить, но при этом оставить все самые важные детали. Это применимо не только к сегодняшнему уроку, но это, в принципе, применимо для скетчинга в целом. То есть, когда мы рисуем где-нибудь, например, в ботаническом саду какую-нибудь красивую ветку или какие-нибудь только-только распустившиеся пионы, то, естественно, вы не будете там стоять на одном месте по 5 часов, и весь персонал не будет ждать, пока вы дорисуете, не будет закрывать за вас весь сад. Поэтому нужно уметь рисовать быстро, выделяя только главное. Многие этим пренебрегают, исходя из того, что зачем это нужно, потому что мне так некомфортно работать. С одной стороны, этот подход понятен. То есть, когда у вас нет времени, вы находитесь в не самой комфортной для себя ситуации, иногда это может выводить из себя и вообще отбить все желание рисунка. Но с другой стороны, такой метод он очень воспитывает и очень быстро учит вас рисовать. То есть, когда у вас сжатые временные сроки, вы учитесь рисовать намного быстрее, намного качественнее, выделяя только главное, не углубляясь в детали, что обычно свойственно для начинающих рисовальщиков. Теперь я перехожу к следующей ветке, уложу ее в другой край листа. И сейчас здесь еще один. Выделим листик. Чтобы совсем пустая веточка не смотрелась, вот у нас везде такие красивые цветы, а здесь веточку совсем пустую. Здесь чуть-чуть попышнее сделаем. Перенесу один цветок, который у меня располагается в другом месте, вот сюда, чтобы композиция не смотрелась такой пустой. Вы можете рисовать так же, как и я. Можете придумать свою композицию. Наоборот, чем больше вариаций будет придумано, тем это гораздо интереснее смотреть, рассматривать. Не нужно рисовать под копирку. Будет немного интереснее, если вы придумаете какую-нибудь самую композицию. Может быть, вы решите заменить цветы, которые здесь у меня на картинке, на какие-нибудь, не знаю, роскошные, большие. Или, например, посадите птицу на ветку только-только зацветшей вишни. Вариантов много и все они разные. Чаще всего просто при работе редко, когда, очень редко попадаются такие картинки, где все идеально. То есть прям все, как я люблю, все, как мне хочется. То есть всегда приходится включать фантазию, заменять один объект на другой, менять композицию так, чтобы это было выгодно мне. Поэтому именно не бояться фантазировать и работать с композицией и с объектами очень важная часть иллюстрации и скетчинга в целом. Итак, мы закончили с наброской. В линере теперь начинаем стирать наш карандашик. Я всегда предупреждаю, что нужно знать, как себя поведет ваш линер при стирании, чтобы у нас ничего не размазывалось. Поэтому, если вы в своем линере не уверены, то лучше чуть-чуть подождать, чтобы все наверняка посохло. То есть буквально пару минут они нам особой погоды не сделают, но мы будем спокойны, что все в порядке. Ничего у нас не размажется. Рисунок будет стоять на месте. Так, стираем. Кто-нибудь, чек. Сейчас вот мы линей уже так почистили, подстерли, и мне уже нравится, я обожаю вот эти вот, то, как выглядит просто линеарный рисунок. Мне уже обычно нравится на этом этапе наша работа. Иногда даже жалко закрашивать. Но птичку мы в цвете обязательно нарисуем, а с веткой я думаю, что мы поступим следующим образом. Один бутон мы прокрасим, просто наметим в цвете, чтобы птичке не было так одиноко, а остальные оставим в таком черно-белом виде. Сейчас я уберу, чтобы не мешалось. Красиво. Вот. Мы сейчас приступаем к цвету. У нас птичка очень яркая, очень сочная. Обычно, если вот, например, как на прошлом уроке, мы рисовали, начиная с очень таких бледных оттенков, потому что у нас была довольно-таки такая большая тоновая растяжка от очень бледного оттенка к очень насыщенному. В данном случае, если вы посмотрите на нашу птичку, то она вся очень контрастная, очень насыщенная, что даже нет необходимости прибегать к такому методу. Поэтому я думаю, что мы начнем сразу же с сочного желтого оттеночка. Сейчас осталось только выбрать с какого. И потом уже будем переходить постепенно к затемнению. К затемнению в данном случае я имею в виду переход в более глубокие. То есть, скорее всего, даже в цвета такого красноватого оттенка. То есть у нас пойдет переход от желтого в оранжевые и дальше в такие коричневатые оттенки. Так, сейчас я взяла желтый оттеночек и мы начинаем прокрашивать. Так как я вижу, что у меня желтый оттенок только местами выглядывает, то, соответственно, я не буду прям прокрашивать им всю птицу, а прокрашу точно так же локально, чтобы не было перерасхода чернил слишком большого. И чтобы бумажка не так сильно растекалась. Так, и на макушке чуть-чуть покажем. Так, дальше возьмем уже такой, если до этого мы брали такой лимонный-желтый, то это уже такой желтый с немного оранжевым оттенком такой какой-то укладный. И прокрашиваем. Вот, места, где у нас идет теперь пересечение, смотрите, как мы ведем работу. Так как у нас это перышки, да, если, например, в прошлом уроке мы старались вести дело градиентами, размывками, то в данном случае нам даже особых размывок-то и не требуется. мы будем просто накладывать кое-где штрихи. То есть у нас пойдет наложение от тона и постепенно в штрих будем уходить. пока чернила сырые, кое-где будут перемешиваться оттенки и нам это, в принципе, даже на руку. этим оттенком уже можно полностью закрасить птичку, потому что он будет у нас таким базисным. Так, вот это место на грудке я у нее обхожу темное, потому что там будет у нас использоваться довольно такой темный оттенок, поэтому нет смысла сейчас это место прокрашивать лишний раз, все равно мы будем делать там заливку темным маркером. Еще очень важный момент, при работе с желтыми оттенками, когда вы ведете на затемнение, никогда не используете серые оттенки. Не то, что прям уж совсем никогда, но в большинстве случаев лучше, конечно же, этого избегать, по той причине, что желтые оттенки при смешении с серыми чаще всего дают такой грязный очень оттенок, который смотрится не очень приятно. В данном случае, например, в нашей работе мы будем использовать для затемнения сначала переход в такие оранжевые тона и далее мы будем вести работу уходя в охристые и коричневые оттенки. То есть у нас сохранится тепловая гамма и при этом наш рисунок будет смотреться таким же насыщенным, ярким и сочным. Так, хочу сейчас взять еще один желтенький и чуть-чуть размыть. Берем следующий насыщенный оттенок. Уже начинаем уходить постепенно в оранжевый. Так, сейчас мы рисовали 41-го. Теперь мы возьмем как бы оранжевый, например. Так, у нас есть 12-ый. Сейчас посмотрим. Да, в принципе, подойдет. с тех, как бы работает точно такой же штриховкой, но здесь она дает ощущение не того, что это именно штрих, а дает ощущение, что здесь у нас мы показываем тем самым перышки. При этом я работаю вот этой штриховкой не по всему, ну как бы не по всему телу птицы, а только выборочно, чтобы какие-то моменты пошли просто общим объемом, какие-то именно пошли в текстуру. Сейчас она еще может выглядеть немножко странно, потому что на картинке мы видим, что у нее есть темные места, на грудке, на крылышках, глаз у нее сам темного оттенка, а сейчас у нас грудка получается, в смысле сама вот эта желтая тельца получается темнее всего остального, поэтому может казаться немножечко нелогичным, но все в порядке, просто мы с вами ведем работу последовательно. Если вас слишком сильно смущает и вам кажется, что что-то с работой не то, просто попробуйте каким-нибудь коричневым оттенком сделать заливку по нашему пустому пятно и тут же все выправиться. Здесь один важный момент. Нужно не перезабить тоном вот эту складку, потому что я уже говорила, что вот это место у птички это грудка, она всегда должна выпирать. Чтобы создалось ощущение, что она выпирает, что это отдельный объем, мы подкрашиваем темным маркером снизу от этой штриховки, чтобы у нас вышло светлое и тем темным на контрасте темное светлое темное вылез объем и вводим штрихи туда ближе к ножкам. Так как мы работаем довольно быстро, можете заметить, что маркеры сами по себе растекаются, я даже скорее всего не буду особо прибегать к размывкам, это при том, что я работаю тоненьким пюром. Если мы с вами работали с широким пюром, то у нас бы все было еще более гладко и еще более такие плавные переходы. Так, мы закончили, берем следующий оттенок 12, возьмем еще по насыщению уже какой-то более оранжевый. Сейчас посмотрим. хороший оттенок. Вводя более насыщенные уже оттенки, следите за тем, что не переборщить, потому что они уже работают как теневые. То есть до этого мы практически накладывали маркерами только общий тон. А сейчас мы уже более темными номерами начинаем формировать светотень. Я сейчас вижу, что получается чуть-чуть контрастно. Поэтому нужно будет взять какой-то еще переходный оттенок для нашей птицы. чтобы чуть-чуть вот эти мазки смягчить. Подчеркиваю объем подбрыжка. Машки так, возьмем какой-нибудь номерочек. Средний окей. сейчас посмотрю. Например, вот такой. Вот. я взяла для того, чтобы чуть-чуть смягчить мазки нашего такого оранжевого оттенка. на мой взгляд они смотрелись контрастно. И это чуть-чуть было неестественно для нашей птички. Возьму даже широким пером. Так вот. Прям общий объем сформированный. Так, пока что еще чернила сырые. Пускай они чуть-чуть подсохнут. Цвет проявится полностью. Я пока что прокрашу наши темные места. Маркеры лучше отложить пока в сторону, но не убирайте их совсем. Чтобы эти оттенки в случае чего можно было снова ввести в работу. Так, сейчас мы берем коричневые оттенки. сейчас посмотрим. Например, возьмем 60-й. Да, начнем с него. Берем тоненькое перышко и прокрашиваем темные. Глазик пока что не трогаем. Его мы прокрасим чуть позже и пока что не трогаем. Вот. то, что я говорила в самом начале, почему я здесь смело сделала обводку линером, потому что у нас сейчас вся линия от линера она по сути скрылась под тоном маркера. в принципе этим же оттенком можно прокрасить сейчас ее хвостик. у нас будет такой как базовый. Осторожно обходим нашу веточку. Главное не закрасить. основной тон мы наложили. Теперь дальше возьмем уже понасыщенный такой коричневый. Уже более желательно брать холодный оттенок. Я взяла такой 50-й. Он очень насыщенный. И прокладываем его прям поверх нашего коричневого. Вот почему мы с вами брали перед этим оттенок более светлого коричневого для того, чтобы была возможность сделать переход в перья которые у нас оранжевого цвета. Чтобы это не смотрелось слишком странно нам нужен был такой переходный оттенок. оттенок того как мы нанесли я теперь внутри этого оттенка прокрашиваю темным уже коричневым маркером весь тон. так и то же самое делаем на крылышках и теперь хвостик вот обратите внимание что здесь если здесь мы наоборот мазки накладываем поверх оранжевого оттенка то здесь нам наоборот нужно в обратную сторону вытачивать штрихами темного маркера формировать саму вот эту форму перышек на на птичке нанося темный маркер то есть здесь всегда два пути как как формировать такую как формировать такие объемы и показывать такие перья либо мы с вами рисуем темным по светлому либо создаем как вот или вокруг у фона в данном случае у нас на эту роль на себя взял хвост и начинаем как бы обтачивать форму темным маркером по светлому таким образом тоже есть возможность показать перышки это относится не только к перьям таким же способом можно рисовать например на зимнем мастер-классе мы рисовали еловые веточки и так далее то есть все что имеет такую же подобную текстуру так мы прорисовали и сейчас я хочу еще затенить но проблема в том что мне не хватит уже более насыщенного коричневого что делать в таком случае я переведу на другие оттенки я возьму например синий и начну поверх коричневого прорабатывать в синий он будет смотреться насыщеннее контрастнее но ввиду того что мы накладываем его поверх коричневого не будет ощущение что это именно синий оттенок но при этом он нам даст именно ту глубину которая нам в данном случае необходима можно использовать конечно же и какой-нибудь серый например или черный но я обычно в работах стараюсь черный практически не использовать потому что это такой очень грубый цвет с ним нужно работать тоже умело он дает практически в природе нигде нет такого прям насыщенного точного черного цвета поэтому с ним нужно работать очень осторожно он дает работе всегда излишнюю графичность что в данном случае к нашей работе конечно же неприменимо нам нужно наоборот использовать более такие натуральные оттенки под чистым видом использования черного я имею ввиду конечно не то что черного нигде нет а именно насыщенного такого пигментированного черного его очень сложно поймать то есть обычно идет такое сложное смешение темно-коричневых синих и разных производных оттенков вот хвост не обязательно слишком сильно детально прорабатывать он у нас на дальнем плане все просто себе так намечают разделение перьев до больших объемов чтобы было понятно что это хвостик или что-то там другого у него вылезло так теперь здесь получилась у нас такая как яркая желтая щечка птички надо ее чуть-чуть приглушить для этого возьмем желтеньким и широким пером сделаем заливочку и кое-где если у нас есть жесткие какие-то переходы которые сейчас на данном этапе глаза мешают можно все это широким пером смягчить почему я это делаю сейчас как я уже говорила у меня маркеры подсохли тон проявился и теперь я уже вижу что что можно поправить так сейчас я еще хочу добавить перехода из грудки в само тельце поэтому возьму маркер с кисточкой он такого промежуточного оттенка что-то среднее между рыжим и коричневым вот и у нас здесь как раз идеально подходит для того чтобы можно было создать этот переход также этим же пером можно подчеркнуть некоторые перышки но конечно кисточка дает просто великолепную текстуру потому что мазок получается в зависимости от нажатия более или менее насыщенным или вообще может по ходу вашего рисования менять насыщенность что просто незаменимы для рисования таких животных форм чуть-чуть чуть-чуть отделю здесь крылышко и чуть-чуть отделим ножки вот вот в принципе стельце мы уже закончили у нас есть базис у нас есть текстуры перьев по сути этого бывает достаточно плюс у нас контур здесь работает так же как и информатор о том что у нас здесь есть текстуру перьев птичка не просто вся зализана теперь перейдем к клюву глазику и лапкам лапки здесь практически того же оттенка как и клюв то есть мы будем использовать одинаковые номера маркеров возьмем несколько серых маркеров и также возьмем еще несколько голубых и синих так начну я начну с такого лилового оттенка вот и сначала прокрашиваем как бы радужку на глазе чуть чуть теперь этим же маркером начинаем формировать клюв иду линию по низу верхней плоскости и во второй плоскости тоже по низу чтобы у нас на верхней площадке оставался блик и на стыке клюва тоже оставался блик я чуть-чуть попозже объясню зачем это нужно лапки я просто затонирую мы не будем им отделять слишком много внимания базу мы прокрасили теперь берем следующий серый чуть-чуть опять и как бы я веду переходом от то есть не прям по нашему предыдущему лиловому оттенку а чуть-чуть уводя в сторону вожу оттенок теперь беру серый и делаю растяжку тоже из лилового и переходим сюда верхнюю площадку опять из лилового верхнюю площадку и лапки тоже полностью прокрасим серым так возьмем следующий маркер тоже серый и начинаем уплотнять наоборот в обратную сторону то есть вот этот блик который у нас появился казалось бы на стыке у клюва он по сути с одной стороны кажется он нелогичен но с другой стороны он здесь необходим поскольку у формы нашего клювика она если так посмотрите на нее фас она такая овалистая то есть у нее здесь овал и здесь овал то соответственно в этих местах где идет стык появляется рефлекс именно поэтому вот в этих местах мы оставляем блик то есть чтобы чтобы было понятен что раз объем и два объема так и беру еще один серый цвет цвет можно закрасить зрачок аптечки еще чуть-чуть затеняю возле блика у меня сразу появляется такой смысл смысл на взгляд и добавляю тень углевая снизу давайте сейчас еще возьмем какой-нибудь фиолетовый оттенок почему я беру фиолетовый или сын это тоже все вытекает из правил колористики поскольку тельце мы с вами прокрашивали такими желтыми теплыми оттенками то по правилам колористики мы берем сейчас для клюва противолежащий комплементарный оттенок который для желтого у нас является фиолетовым то есть вот такое цветовое сочетание оно смотрится более гармонично для нашего глаза поэтому я люблю такие эксперименты с цветом поэтому я сейчас взяла такой левого оттенка так и самый темный пожалуй который мы сейчас будем использовать такой синий оттенок его мы нанесем тоже на зрачок и на клюв на клюв главное не переборщить потому что он очень укрывистый просто добавляем контраст по сути все что нам нужно было добиться что гладик сияет можно чуть-чуть так пару штрихов добавить сюда глазик сияет клюв сформирован основные задачи мы выполнили еще возьму один оттенок можно конечно же рисовать именно только в той цветовой гамме который у нас есть на картинке вот я ни в коем случае не заставляю но мне кажется что так смотрится гораздо интереснее и сочнее когда появляются какие-то другие цветовые сочетания сейчас мы возьмем какую-нибудь голубую картину станируем эту верхнюю площадку чтобы она так не сияла так и четверочкой сереньким номером нам нужно прорисовать лапки лапки обычно я не не так слишком сильно наделяю внимание просто обозначаю буквально парочка цветовых сочетаний так с птицей мы с вами закончили это подутро птичка получилась очень важным взглядом так так закрасим один цветочек все-таки я думаю мы это сделаем возьмем для этого очень такие насыщенные розовые оттенки просто чтобы ей было не столько одиноко здесь сидеть так «пятя» целью «пятя» «не столько» «дёхм лопа» лопа» «нет» «нёsh» «нёsh» «мнойst» Вроде бы все. Главное здесь не запутаться с тем, что где у нас листья от цветов, а где у нас листья зеленые. Так, вот еще вроде цветок. К следующему оттенку. Чуть-чуть. Тонируем. Я здесь не держу цели детально прорисовать, да, мы просто тонируем такой, чтобы показать просто общую форму. Даже это достаточно. Ладно, можно здесь еще один розовый. Маркеров много не бывает. Когда есть оттенки, почему бы их не добавить. Так, ну теперь точно все. Так, и зеленые. Вот здесь очень интересно. Мне сейчас пришла в голову мысль сделать еще чуть-чуть фон. То есть не все, конечно же, страницу забивать, а просто только вокруг птицы все это обозначить, чтобы она чуть-чуть как бы вжилась в среду у нас. Вот я возьму парочку зеленых. Десять. 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 Так. идем на зелененький для тени чтобы объем подчеркнуть так и теперь что касается фона давайте попробуем его наметить для этого я возьму такой сочный зеленый под номером 23 и широким пером хочу сделать пару мазков можете конечно если вам не жалко маркеры сделать заливку всего всего пространства всего листка вот но я обожаю когда есть некая недосказанность рисунки поэтому для меня вот этот вот вариант такой контурный можно сказать заливкой он идеален сейчас мы еще добавим парочку таких эффектов и будет вообще сказочно прям такой как будто бы мы заглянули за ширму как будто бы птичка сидела никто и не мешала мы чуть-чуть решили за ним подглядеть когда у нас вот такой кусочек чуть-чуть прорисован тоже дает свой небольшой эффект очень интересно мне будет смотреть как придумаете свою композицию и решите воплотить ее в жизнь вы поэтому рисуйте выкладывайте свои работы мы всегда очень рады посмотреть за тем как работают наши ученики по нашим урокам вот я специально обхожу до контуры контуры наших цветов мы с вами делаем заливку только только фоном в принципе и и и и и на мой взгляд очень сочно очень красиво естественно мы еще добавим бликов у нас то все засияет заиграет и будет вообще сказка так и теперь добавляю похожего оттенка тоже зеленого они не слишком у меня различаются по тону вот просто как будто бы мы с вами создаем эффект вот этой вот замыленные листы которые у нас есть на дальнем плане да что там что то есть на мелком ножницы решили не прорисовывать так здесь пару москов где все таки все растеклось нужно смягчить облотку наших штрихов сейчас мы будем делать обратный эффект мы возьмем какой-нибудь очень светлый оттенок бледно-желтый, бледно-зеленый вот и какая у нас чернила еще сырее вымываем их более светлым не бойтесь маркера ничего от этого не будет всем все будет прекрасно они это спокойно переживут просто нам это даст дополнительный эффект если у вас нет каких-то светлых или пастельных для этой работы хорошо также подойдут и блендеры даже покажу блендером даже по идее должно еще лучше получиться потому что он не дает пигмента он размывает только тот оттенок который есть сейчас сюда чуть-чуть красота теперь переходим к самому интересному на таблике здесь работаем тоже не торопясь аккуратно но есть один важный момент поскольку у нас тона желтый зеленый очень похожи я сейчас хочу контуром белой ручки чуть-чуть их отделить друг от друга вот особенно места где я чуть-чуть зашла за границу изменить оттенки отделил и у нас птица снова выйдет на первый план также чуть-чуть показываем переводить глазик клевик главное не переборщить чтобы у нас не поломался объем тоже не нужно забивать всю птицу пресловутая штриховка это тоже будет слишком избыточно то есть просто пары штрихов показать форму можно если совсем ее забить вот эти белые штриховка будет конечно же через черт во всем нужна мера все добавила пару штрихов на самых главных объемах это в нагрудки на клювике на щечки у нее и чуть-чуть вот еще хочу добавить на крылышки пары штрихов и принципе этого уже и достаточно еще мне такой блик на клювике тоже укажем вот на хвосте я только в одном месте покажу блик но можно даже обойтись и без него и оказываем наши цветы спасайте сейчас белой ручкой мы с вами отделяем все важные детали композиции от фона но плюс кого где можно потереть подтеки если не как и я тоже постоянно торопитесь и не можете ждать пока маркер повернется как надо чтобы избежать отеков чуть-чуть чуть-чуть так и на фоне конечно же чуть-чуть на фоне белая ручка очень сложно остановиться это всегда такая проблема что кажется что бликов много не бывает на мой взгляд у нас получилось очень интересная очень яркая сочная при этом это и не скетч но это еще и не иллюстрация в общем интересная работа и мне будет или нашей студии будет очень интересно посмотреть как с этой работой справитесь вы давайте еще раз проговорим основные моменты которые сегодня я вела в ходе работы конечно же начинаем с карандашного набросочка до после чего начинаем обводку линию всегда обращайте внимание при прерисовке таких текстур что ваша линия должна тоже работать на вас то есть помимо основной обводки можно добавлять уже текстуру показываю ее и и такими небольшими штрихами вот точно так же когда начинаете вести работу маркером обычно идет основной тон который я делаю двумя-тремя цветами и потом уже более насыщенными контрастными оттенками мы точно также штрихами задаем форму работу с желтыми оттенками лучше всегда вести в сторону углубления коричневой цвета поскольку при смешении серыми они начинают давать очень неприятный грязный оттенок вот точно также всегда можно совмещать работу помимо цвета и просто с линейным рисунком это всегда тоже смотрится интересно и дает скетчу живость и некую такую воздушность вот пожалуй на этом все и рисуйте вместе с нами и выкладывайте ваши работы по тегам арт-метиер скетч-маркерс и скетч-маркерс и скетч-маркерс-клаб прошу прощения всем творческого дня и успехов спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!